Добрый день! Можно ли принять на работу гражданина Российской Федерации, если фактически он будет находиться в России и будет искать новых поставщиков для нашей компании? Требуется ли за него платить социальное отчисление и отчисление по обязательному социальному медицинскому страхованию? Уважаемый Алья, для оформления трудовых отношений гражданину Российской Федерации необходимо представить документы, предусмотренные в статье 32 Трудового кодекса Республики Казахстан. Место выполнения работы должно указываться в трудовом договоре. При заключении договора с работником на дистанционную работу необходимо учесть вопрос о том, кто предоставляет работнику средства коммуникации. Уплата обязательных пенсионных сносов в единый накопительный пенсионный фонд и социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования Республики Казахстан производится на общих основаниях работодателям согласно законодательству. Порядок привлечения иностранной рабочей силы у нас определён постановлением правительства. По постановлению правительства у нас ежегодно устанавливается квота на привлечение иностранных работников. Что означает квота? Квота означает то, что на предстоящий год работодатели подают свои заявки местные исполнительные органы. И на основании их заявок формируется квота, и это предельное число иностранных работников, которые одновременно могут осуществлять свои трудовые деятельности. У нас сама квота, которая устанавливается в правительстве Республики Казахстан, она действует со всеми странами, обхватывает все страны, если иное не указано в международных договорах, артифицированных Республикой Казахстан. У нас есть Евразийский экономический союз, членами которых являются Республика Армения, Белоруссия, Киргизская Республика, а также Российская Федерация. Вот граждане этих четырёх государств имеют право работать на территории Республики Казахстан без каких-либо разрешительных документов. Достаточно всего лишь заключения трудового договора, а также регистрации в органы внутренних дел. Республика Казахстан